Непривычно, если так мягко сказать, потому что всегда в бассейне много было и ребятишек, и спортсменов. Вместо шумных заплывов нетронутая гладь воды. Вместо сотен голосов лишь собственное эхо. Один из самых больших бассейнов региона, соответствующий олимпийским стандартам, простаивает уже больше месяца. Ну вот и вот сложки у нас вот эти вот висят, которые арена. Это маркировка такая, так скажем, для того, чтобы, когда спортсмены плывут на спине, чтобы они видели, сколько метров осталось до поворота. Но пока флажки – это просто флажки, а не опознавательный знак. Пандемия оставила спортсменов без стартов, посетителей без возможности поплавать, ну а сотрудников без работы. Убытки за апрель – 3,5 миллиона рублей. Зарплату 150 сотрудникам платить нечем, да и беспроцентный кредит на эти цели недоступен. И у нас вилка получается. Мы вроде как акционерное общество, вроде как бизнесом занимаемся, но в то же время не можем относиться к бизнесу по законодательству, так как у нас контрольный пакет акций у администрации. Но с другой стороны, у нас и нет фонда оплаты труда бюджетной. У нас и коммуналку мы сами оплачиваем, и зарплату оплачиваем самостоятельно. Кстати, по-прежнему сохранились расходы на обслуживание бассейна. На циркуляцию уходит около 180 тысяч в месяц. Оставить его без этой процедуры нельзя, начнет свести. Придется сливать и чистить. Стоит это уже полмиллиона рублей. В спорткомплексе есть и открытый бассейн, который обычно в это время начинают благоустраивать. Если бы не было карантина, то открытый бассейн сейчас выглядел бы совсем иначе. Его бы покрасили, отмыли, кое-где обновили бы разметку, а вся территория была бы в лежаках. Но благоустраивать некому. Почти все работники на самоизоляции ждут зарплаты. Сергей Кашников уже готов пойти к главе региона за помощью. Министерство спорта уже обращался. Там, в свою очередь, пояснили, что все арендные обязательства, а в обиде тренируются спортивные школы, будут выполнены. А вот по поводу помощи в предоставлении беспроцентного кредита на зарплату сотрудникам пояснили следующее. Как-то будут ему посодействовать в этом, в случае чего? Вы знаете как, он является руководителем, поэтому у него есть необходимые полномочия. Если он не будет справляться, то мы ему, конечно же, поможем. То есть мы ему можем дать кого-то в помощь. Кстати, спорткомплекс – обе далеко не единственный объект в регионе, который сейчас простаивает. Естественно, спортсфера ждет поддержки и мечтает, чтобы все это поскорее закончилось. Мы каждый день ждем, надеемся, что получится, как в сказке. Утром проснулся, и все прошло, и все, кажется, это было во сне. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.